Сразу две награды за доблесть накануне получили наши следующие герои. Медали вручали по итогам службы в 2013 году. В этот раз отметили только пятерых представителей Беломорской военно-морской базы. Среди них семейная пара. О том, каково служить рядом, но никогда не видится на работе, в нашем следующем сюжете. На службе эти северодвинцы никогда не встречаются, трудятся в разных зданиях. Накануне оба они получили медаль за доблесть. Эти награды вручаются по итогам работы за год. В частях Беломорской военно-морской базы они начальник морской инженерной службы и фельдъегерь. А дома обычные супруги. Впрочем, говорить предпочитают больше о делах военных, нежели семейных. В последнее время идет тенденция увеличения обращения внимания и выделения денежных средств на содержание причального фронта, на содержание кораблей. Поэтому этот год связан с какой-то прогрессивностью в этом направлении. Полковник Андрей Багров служит с юности. В Северодвинске построил около 10 объектов Министерства обороны, а сейчас занимается их эксплуатацией. А также базированием кораблей, организацией их стоянки и обеспечением капремонта. А супруга Ольга Багрова – фельдъегерь БВМБ. Вот уже 15 лет доставляет секретные документы. Военная служба более серьезная служба, ответственная, долг родине, более дисциплинированная, долг родине служить. Горжусь тем, что муж достойно несет свое звание офицера, достойный офицер. Достойно несет свою честь. Пока есть такие офицеры, то Россия была, будет и есть. Познакомились супруги в Северодвинске, хотя глава города из города Волжска под Волгоградом. После военного училища он сам попросил направить его на север. Было интересно познакомиться с суровым краем. Здесь и остался, но в связи с югом семья не теряет. Часто ездит туда с сыном-шестиклассником. Конечно, да, конечно, это приятно, получить награду за тот труд, который ты исполняешь, что ты действительно качественно и соответственно подходишь к исполнению своих функциональных обязанностей. Такие медали на Беломорской военно-морской базе получили только пятеро сотрудников. Семья Багровых говорит, за доблесть награждают нечасто, а целыми семьями еще реже. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.